Шалом, уважаемые жители нашей страны! В эфире с вами Иудейские новости. Погода сегодня солнечная, не сами теплая. К концу недели ожидаются похолодания, так что запасайтесь дровами. А теперь немножко о религии. Вчера произошло великое чудо, от которого многие пришли в страх. Священник Захарий, который вот почти год был нем, стал говорить, прославляя Бога, чего медицина не может объяснить. Также врачи не могут понять, как его жена Елисавета, будучи преклонной годами, зачала и родила сына. Ну а теперь о глапах. От императора Кесаря Августа вышло повеление писать перепись по всей земле. А это означает, что каждый должен вернуться в город своих предков и записаться. Также римские гонцы были уже посланы, для того, чтобы сказать больше информации об этом. На сегодня все. С вами была Авигея. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но точно знаю, что она старше моей бабушки. Да и Захария старик, а сына родил. Я вообще не понимаю. Привет, девчата. Чем занимаетесь? Да вот, новости обсуждаем. Я как новости послушаю, аж дрожь кидает. Такие сверхъестественные вещи происходят в наши дни. Ой, наверное, время последнее. Это ты о чем? А ты что, не слыхала про священника Захарию и Елизавету? Да, девчата, это действительно чудо. Бог презрел на них и подарил им сына на старости лет. Это так прекрасно. Я думаю, этот малыш будет великим пророком. Ведь Захария человек божий. А вы слышали про новое повеление кесаря? Нет, я не слышала. А что? Ну как что? Каждый человек должен пойти на перепись в свой город. Да это ж какая-то чепуха. Мир вам, дорогие. Мария, а ты слышала про новое повеление кесаря? Да, слышала. Да это ж чепуха. Сколько живу на белом свете, никогда о таком не слыхала. Чепуха не чепуха, но это приказ кесаря. А я думаю, мы должны повиноваться указом. Мария, ну вот ты где. Наконец-то я тебя нашел. Пойдем, нам еще очень много дел нужно сделать. Мы ведь через пару дней выходим в Вифлеем. На перепись. Нам предстоит очень длинный путь. О да, ты прав. Ну хорошо, девушки. Мне нужно идти. Да хранит вас Всевышний. Надеюсь, Мария не слышала, как я ее родственницу Елисавету старухой назвала. А они что, родственницы? А ты что, не знала? Весь город об этом говорит. Ну да ладно, хватит болтать. Еще собираться надо. На эту, как ее там, ну чепуху. Перепись? А, да, точно, перепись, перепись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги, деньги. О, мои деньги. Мои денежки. Как я люблю вас. Богатство, оно сделает меня счастливым. Как бы мне хотелось еще больше быть счастливым. Больше денег, больше богатства. Больше уважения. Может, какой-то бизнес прокрутить? Хм, больше денег, да. Может, мне эту гостиницу продать? Интересно, шо ж придумать. Так, так, так. Будут деньги, буду счастлив. Хм. Нет, деньги закончатся, и опять буду несчастным. Опять. О, точно, я ж вспомнил. Указ с кесаря. Перепись, люди, много людей, много денег. Точно, приказ императора идти на перепись, это означает, что все люди будут идти в свои города. И где же они будут ночевать? Ну, конечно же, они придут в мою гостиницу. А ты шо смотришь? Иди провер, все ли в порядке с моими овцами. За шо я тебе вообще плачу? Лентяй. Да, этот указ сделает меня богатым. Добрый день. В эфире вновь иудейские новости. Погода сегодня холодная, местами пасмурная. Подтепление в ближайшие дни не ожидается. По указу великого царя, реставрация храма продолжается успешно. Строительные материалы для этого приходят вовремя, согласно договору. Говоря о храме, пророчица Анна, достигшая глубокой старости, продолжает жить в храме, ожидая Мессию. Священник Симеон также живет в храме и говорит, что не вкусит смерти, пока не увидит Христа. А что самое интересное, священник Захарик начал говорить, прославляя Бога, говоря, посетил нас Восток свыше. Многие объясняют это, как и вскоре пришествие Мессии. Другие не поддерживают эту версию. Так что мы с вами живем в очень интересное время. Итак, в связи с последними приказами Кесаря в стране произошел переполох, и благодаря которому многие владельцы гостиниц, ресторанов, а также люди, занимающиеся транспортным бизнесом, получают в эти дни очень неплохую прибыль. Для тех, кто еще не отправился в свой город, мы хотим дать вам небольшой совет. Постарайтесь сделать это как можно скорее, так как цены на все виды услуг быстро растут. В эфире с вами была вновь Авигея. До встречи. Надеюсь, что здесь мы найдем место для ночлега. А то я так устала. И уже так поздно. Добрый вечер. Извините, но у нас гостиница переполнена, и места больше нету. Вы опоздали. Подождите, пожалуйста. Мы уже обходили все гостиницы Вифлеема, и нигде не нашли места. Все занято. Притом моя жена беременна. Пожалуйста, разреши нам хотя бы где-нибудь переночевать. Я ж сказал, гостиница переполнена. Месту нету. Шо тут непонятно? Нету места. Хорошо, спасибо. Извините, пожалуйста. До свидания. А ты че тут опять расселся? Иди моих овец проверь, лентяй. Подождите. Простите моего хозяина, что не принял вас. Я бы вас пригласил к себе домой, но у меня его нет. Но я знаю, где вы можете переночевать. Недалеко отсюда вы есть хлев. Конечно, там тесно и животные. Но там вам будет тепло. Еще там много сена, из которого вы сможете сделать себе кровать. Пойдемте скорее, я вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот да. Вот день сегодня выдался, знаете? Что-то я совсем устал. Загоняли меня эти опции сегодня. Да-да. Зато так приятно сейчас отдохнуть. Да. Работа у нас, конечно, не одна из легких. Но мне она как-то нравится. Мне так интересно наблюдать за овечками. Каждая из них какая-то особенная. Как бы имеет какой-то свой характер. И когда я посыл в свое стадо, я очень часто думаю о царе Давиде. ведь он тоже был пастухом. О да. Царь Давид. Это действительно был муж. Это был муж мужей. Это был муж Божий. Слава Израилю. Да, подожди. Ну, Авраам, Исаак, Иаков, Илья и другие. Много было в нашем народе мужей Божьих. Славные были времена. Не то, что сейчас. Да, не то, что. Ты прав. Сейчас не все так хорошо. Сейчас какие-то там язычники правят. Ха. Римская империя. Кесарь Август. Ну и наш великий царь Ирод. Которые так и дело императору подлизываются. Да, и так боится потерять власть, что граждет свою жену и собственных сыновей. Нет, Бог не потерпит такого беззакония. Вот, вот скоро придет Мессия и избавит нас от этой грязной, коварной, безбожной Римской империи. Тогда Ироду будет уж плохо. А я думаю, что не за этим Мессия должен прийти. Он должен прийти, чтобы избавить нас от грехов наших. Пастухам шалом. Привет, мужики. О, привет. О, привет. Ну, рассказывай. Где ты был, что видел, давно мы тебя уже не видели. Что там в городе творится, а? Я такого еще никогда не видел. И даже себе представить не могу, что в нашем городе может быть так много поедших. В гостинице просто переполнен. Некоторым уже и ночевать негде. Ну, ты, мне кажется, уж слишком переувеличиваешь. Прям и ночевать негде. И ничего я не преувеличиваю. Когда я собирался идти сюда, то встретил одну семью. Они искали место для ночлега и выглядели очень устал. Они просили хозяина дать им хоть где-нибудь переночевать, но и он им ничем не помог. А эти люди мне так понравились. И я им предложил место в хлеву. Когда я их привел, они как-то особо, с любовью благодарили меня, что мне от этого сейчас очень и даже очень радостно. В то же время как-то жалко их. Многое сейчас приходится переживать нашему народу. Но я верю, что скоро придет избавитель, обещанный Богом. А вы помните Исайю? Он пророчествовал нам как? И так сам Господь даст вам знамение. Эта дева в очреве родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Да-да, Исайя это говорил. А помните о пророчестве Михея? Ведь он пророчествовал о нашем городе. Да, он говорил же так. И ты, Вифлеем, Мало ли ты между тысячами Иудины. Из тебя произойдет тот, который должен быть владыкою Израиля. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость. Ибо ныне в городе Давидовом вам родился Спаситель, который есть Иисус Христос. И дам им знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Да неужели это... Друзья, да неужели это с нами такое было, а? Да я... Я не могу поверить своим глазам. Правда ли это? На меня такой страх нашел. До сих пор руки дрожат. А знаете, а мне кажется, нам нечего бояться. Ангел возрастил нам о новорожденном Спасителе, мессии в яслях. Точно! Я знаю. Возможно, это та семья, которую я провел в Вифле. Что ж мы медлим, что ж мы тут стоим? Пойдем скорее узнаем, так ли это. Пойдемте, пойдемте. Я вам покажу, где они. Пошлите. КОНЕЦ Шалом, дорогие жители нашей страны. В эфире с вами иудейские новости. Новости, которым можно доверять. Все больше и больше происходит необъяснимых явлений в наше время. Вчера ночью был очень необъяснимый шум. В себе если говорят, что это был шум от ангела, которого они видели. Дело находится под следствием волхвов. Также волхвы не могут объяснить появление очень большой звезды на небе. Ее появление также необъяснимо. Хочу напомнить, что мы с вами живем в очень интересное время. Мы надеемся, конечно, что в ближайшее время получим много объяснений этих фактов. Напоминаю, что иудейские новости являются самым точным информационным источником. С вами была Авигения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что же это означает? Что за звезда появилась на небе? Что это значит? Почему она меня так тревожит? О, великий царь! Простите за беспокойство. У дверей стоят три волхва, пришедшие с востока. Хорошо, пригласите их. Приветствуем тебя, о великий царь Ирод! Мы пришли в вашу страну, чтобы поклониться новорожденному царю иудейскому. Мы видели его звезду на востоке! Вы говорите, что родился царь иудейский? И появление звезды свидетельствует о его рождении? Это очень интересно. И где же ему надлежало родиться? В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которая спасет народ, мой Израиль. Тогда вы пойдите в Вифлеем и тщательно разузнайте все о младенце этом, и когда найдете, известите и меня, чтобы и мне прийти и покланяться ему. Я обязательно должен найти этого ребенка и уничтожить его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok